Итак, добрый день! Сегодня мы с вами проектируем наличник. Будем проектировать двумя возможными методами. Первоначальный будет достаточно сложный, и второй будет простой. Первый будет посложнее, рельефный наш наличник с различными элементами. Второй наличник будет у нас достаточно простой. Все они создаваться будут у нас одновременно в нашем проекте. Я буду использовать на примере выполнения того же самого нашего дома, который я изначально моделировал ранее. Также в ближайшее время планируется система ОВВК базовая для данного дома. Стропильная система для крыш. Но об остальном узнаете постепенно. Могут быть небольшие технические неполадки. Из-за этого видео у нас с вами немного задержалось с выходом. Компьютер немного умирает. Итак, что мы с вами делаем? Для начала, не будем все откладывать в долгий ящик, мне необходимо для моделирования окно с моей стенкой. Я выделяю его, изолирую элемент, чтобы все остальное у меня не загружало данный элемент конструкции. Я вижу окошко. Чем я теперь воспользуюсь? Я буду делать резной какой-либо наличник, пускай он будет красивый. Принципиальные формы наличников я постараюсь предоставить, чтобы вы уже выбрали вы собственноручно для себя. Я буду его выдумывать у себя в голове, и вы увидите, как он создается от и до сложный какой-нибудь резной наш наличник. Это не будет отдельное семейство, да, можно создать в отдельном семействе, я пока этим заниматься не буду. Итак, компонент. Мы с вами создаем модель в контексте. Создаем обобщенную модель. Итак, еще раз. Вкладка архитектура, компонент, модель в контексте. Меня интересуют обобщенные модели. Выбираю их. Обобщенную модель могу назвать наличник. Наличник. Что мне теперь необходимо сделать? Выбрать рабочую плоскость, с которой я буду проецировать. А конкретно в правом верхнем углу есть функция задать рабочую плоскость. Нажимаю на нее. И выбираю выбрать рабочую плоскость. Выбрать. Ок. Либо при помощи клавиши TAB, либо просто спроецировав свой объект таким образом, чтобы я мог увидеть грань, меня интересует торец моей... Ну, не торец, а главная часть моей стенки. Я буду относительно нее уже выдавливать возможный контур. Нажимаю на контур моей стены. Один раз левой клавишей мыши. Я выбрал рабочую плоскость. Я могу проверить ее, нажав функцию показать рабочую плоскость. Я вижу то, что вот она у меня теперь задана. Выключаю показ моей рабочей плоскости. Что я делаю далее? Воспользуюсь функцией сдвига. В панели создания функция сдвиг. Дальше что мне необходимо сделать? Мне необходимо нарисовать траекторию эскиза моего сдвига. Нажимаю. Создаю траекторию. Пускай она у меня будет идти ровно по моему окну. Вот такая траектория. Окей. Что мне теперь необходимо сделать? Мне необходимо отредактировать профиль моего сдвига. И дальше я могу еще и материал задать. Сверху у меня есть возможность теперь редактирования профиля. Нажимаю на данную команду. И теперь мне нужно сориентировать на видовом кубе, чтобы я смотрел на свою проекцию, грубо говоря, сверху. И рисую эскиз моего наличника. Пускай он у меня будет относительно моего окна. Посмотрю. 100 миллиметров протяженностью. Сейчас секундочку. Escape нажму. Снова сориентирую сверху. 100 миллиметров. Выступать он будет на 80 миллиметров. И дальше уже буду выполнять различные архитектурные формы. Чтобы нормально отобразилась ваша проекция и вас не смущали толстые линии, чтобы вы могли детально все проработать сверху в панели быстрых команд. Либо во вкладке вид можно активировать функцию тонкие линии, чтобы выполнять построение чисто тонкими линиями. Итак, я отложу 10 миллиметров. Здесь отложу тоже 10 миллиметров. Сейчас у меня вид, который просто будет вырисовываться у меня в голове. Дальше воспользуюсь функцией. Можно тем же самым сплайном. Буду закруглять его. Делать его какой угодно витой. Также я мог воспользоваться данным построением. Сделать это все в семействе. Ну и замкну. Активирую толстые линии назад, чтобы вы могли увидеть. Итак, по факту он у меня будет вот такого вида. Давайте назад тонкие линии включу. Вот такого вида. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Нажимаю функцию выбрать профиль. Либо на самом деле я изначально задавал сам профиль, поэтому я могу его заново не выбирать. Просто соглашаюсь с выполнением данного действия. И вот я вижу по моему контуру, по моему эскизу, сейчас я его изолирую, получился вот такой наличник. Можно сделать любую форму для двери, для окон, для всего чего угодно через обобщенные модели. Мы с вами не создавали это, как отдельное семейство. И все это у нас с вами регулируется уже в самом проекте. Материал я могу задать. Пускай это будет какой-нибудь гипс. Зайду в значение нашего материала. Гипс. Ну, штукатурка на основе гипса, любой материал, могу задать ей цвет и так далее и тому подобное. Также я могу изначально сразу же для данного элемента выдавливания переопределить вид и настроить его отображение для моих уровней детализации. Предположим, чтобы на высоком уровне он только отображался, чтобы не загружал наш проект. Так же, как и основные семейства с окнами и дверьми, все это настройка одинаковая. Восстановлю исходный вид. Вот я вижу наличник вокруг моего окна. Форма его может быть любая, потому что это чисто как архитектурный элемент, делается собственноручно именно вами. Теперь давайте сделаем наличник попроще. Соглашусь с выполнением данной модели. Выделю стенку еще одну и выделю окно. Изолировать элемент. Мог и не окно со стенкой, мог чем-нибудь другое взять. Итак, первоначальный этап построения для простого нашего прямоугольного наличника абсолютно одинаков с предыдущим. И особенно с рустами, о которых я уже говорил. Различные декоративные вставки. Итак, вкладка архитектура, компонент, модель, контекст. Обобщенная модель. Обобщенная модель. Наличник. Я могу уже его подписать на личник 2, так как я уже первый создавал. Что я теперь делаю? Элемент выдавливания. И теперь рисую контур. Сначала задам рабочую плоскость. Я проектировал элемент выдавливания. Прошу прощения, можно было изначально задать рабочую плоскость. А потом уже выполнять различные элементы. Давайте я это и проделаю. Задать рабочую плоскость во вкладке архитектура. Выбирая рабочую плоскость, точно так же нашу стенку. Либо мог задать ее уже в дальнейшем. Вот она у меня активна. Либо я мог ее задать через модель в контексте. Обобщенные модели. Опять наличник 2. И задать ее здесь. Как вам будет удобно? Лучше всего задавать в модели, когда вы уже ее создаете. Использую элемент выдавливания. Сориентирую, чтобы я смотрел на свое окно под прямым углом. И моделирую. Могу его вообще замкнуть снизу. Раз контур. Дальше воспользуюсь функцией сместить. Смещаю. Предположим, на 100 мм. Смещаю линии контура. Прошу прощения, я сейчас не в ту сторону сместил. Откачусь назад. Конец выдавливания пока не редактирую. Сейчас я буду его подбирать вручную. Да, его можно было бы в панели свой сразу же задать. Соглашусь с выполнением данного действия. Он у меня на 3 метра выделился. Как я уже сказал, я его не редактировал пусками. Отступает. Он будет от стены на 80 мм. И опять же могу задать ему свойства материалы. Та же самая штукатурка. Вот такой достаточно простой и примитивный наличник, который строится чистым элементом выдавления. Так можно декорировать различные элементы и материалы стен. Все карты выдавления под моим наличниками я тоже оставлю в описании. Решил разбить на несколько видео. Следующий будет у нас с вами карниз. Так, лучше искать его по различным плейлистам. И соответственно каждый сможет найти для себя что-то полезное. Всем спасибо, что были тут. Сейчас будет еще карниз. Не забывайте подписываться на канал. Это очень, как сказать, греет мне душу. Считаю, что мои уроки не бесполезны. Вот. И как-то комментируйте, что бы вы хотели еще увидеть. Обычно во вкладке сообщества я устраиваю голосование, какое вы бы хотели видео следующее видеть. А у нас с вами планируется, помимо домика с нашим водоснабжением, горячим холодным водоснабжением, санузлами, разводкой и стропильной системой, также еще планируются видео уроки по скетчапу. Вот. Они уже в наработке есть. И время я зря не теряю и никуда не пропадаю. Просто у моих студентов сессии. Всем спасибо, что были тут. И сейчас будет карниз.